МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Татьяны Вачукжанины. Смотрите сегодня. Чиновничьи пляски вокруг дома с часами. Архитектурное чудо для изменения федерального законодательства. Неоценки ради, а токма пользы для тотальный удар по безграмотности. Что не школьник, то самбист. Массовое внедрение стартовало. А теперь подробнее об этих и других событиях. Бойня за тарифы у новосибирцев появилась возможность отменить рост тарифов ЖКХ на 15%. Во всяком случае, нашим соседям это удалось. Федеральная антивенопольная служба России отменила завышенные тарифы на тепло в Алтайском крае. В настоящий момент ФАС и прокуратуру направлены обращения от полноводчного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Миняйла и Общероссийского народного фронта с требованиями проверить законность действий новосибирских властей. Напомню, известие о существенном повышении тарифов с 1 июля 2017 года вызвало в регионе серьезную социальную напряженность. В городе уже прокатилась волна митингов. Еще одну акцию протеста общественники намерены провести в марте. И уже грозятся выдвижением политических требований. Спасти шедевры мировой архитектуры именно этим уже почти 11 лет занимаются жители дома с часами архитектурного памятника мирового значения. Местные власти много обещали, но мало делали. Проблема вышла на федеральный уровень. Речь уже идет об изменении в законе. Подробности в сюжете Василия Акимова. Дом с часами. Это здание, расположенное на Красном проспекте, то, что связывает наш город с Чикаго. Подобные дома, шедевры конструктивизма, есть еще и в этом американском городе, хоть и строили их совсем другие архитекторы по другим технологиям. Это признанный шедевр мировой архитектуры и одна из главных архитектурных достопримечательностей Новосибирска, привлекающая толпы иностранных туристов. А еще место постоянных скандалов и общественного недовольства. Нашла коса на камень. Аппетиты чиновников и застройщиков, положивших глаз на место в самом центре города, столкнулись с активной позицией жильцов, не собирающихся переселяться в сомнительные новостройки. Хоть и обложили их со всех сторон разными бизнес-центрами и элитными домами. Разговор был о том, что тогда, в 2004 году, когда они заходили вот сюда, на эту площадку, они построят двухэтажный офис, благоустроят участок, и всем все будет хорошо. По факту выросло вот это здание пятиэтажей, там еще соколи, значит, этаж, то есть шестиэтажка такая. Потом вот то место, которое предполагалось, как подъезд к этому зданию, туда уже жахнули вот эту вот девятиэтажку с подземной парковкой, где 15 квартир всего. Ну, а потом аппетит приходил во время еды, построили вот это, нечто, то, что сейчас называется БЦ «Мосты», принадлежит Александру Бойко. Новосибирские чиновники не раз обещали помочь спасти архитектурное чудо. Не сложилось. Обещалки, обещалки, то есть ничего не менялось по сути. То есть главы меняются, у них карьерный рост. Вот Яковлев сейчас сидит, министр региональной, значит, у нас политики. Вот он был главой, значит, центрального округа, потом был заместителем КИМа. Видимо, за свое бездействие у Владимира Филипповича получил повышение. Ситуация все же меняется. Удалось договориться с новыми людьми в мэрии. Проблема вышла на всероссийский уровень. И речь уже идет об изменениях федерального законодательства, чтобы спасти дом с часами в Новосибирске. Пусть пока не от сомнительных соседних новостроек, но хотя бы от попыток ремонта, наносящих зданию больше вреда, чем пользы. Надо изменить вообще все подходы. То есть, если этот дом считается культурным наследием или памятником архитектуры, то это вообще не должно называться как капремонт. То есть, это должно называться грамотно, реставрация. То есть, куда должны заходить лицензированные специалисты. Должен делаться сначала экспертиза, такой порядок. То есть, обследовать все здание. После этого делать единый проект, и по единому проекту комплексно сразу все делать. О победе говорить пока рано. Слишком лакомый кусок в центре мегаполиса. Но и борьбу свою местные активисты прекращать не намерены. Поначалу над ними многие откровенно смеялись и говорили. Вы что, не понимаете, в какой стране живете? А не понимали. И боролись. Сегодня их примеру следует сотни всевозможных общественных активистов, пытающихся отстоять свои права и добиться изменений к лучшему. Мэрия выдала разрешение на строительство многоэтажного жилого дома на месте снесенного дома спорта. Также компания застройщика ООО «Клуб отдых. Структура Сергея Дородных» получила гарантийное письмо от Главного управления благоустройства и озеленения Новосибирска о выдаче порубочных билетов. Ранее мэр Анатолий Локоть приостановил действие разрешения на строительство. Нужно было определить, является ли объект культурным наследием. Документа до сих пор нет. Есть только решение областных чиновников о сокращении территории возможного достопримечательного места на Богданке. Под охрану могут не попасть кинотеатр «Космос» ЛДС «Сибирь-Сосновый бор». 31 января мэрия выдала разрешение на строительство 13-этажного жилого здания. Так что на месте дома спорта появится высотка общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Помимо застройки, на Богданке спилят сосны и голубые ели. Порубочные билеты уже у застройщика. Забор раздора. Говорят, что горожан испортил квартирный вопрос. Для селян куда более актуален вопрос земельный. Именно он вызывает многолетние войны между соседями. Если же вмешивается государство, то ситуация становится еще более запутанной. И выясняется, что никто ни за что у нас не отвечает. Во всяком случае, если речь идет о Новосибирском районе, подробности далее. Поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Сюжет классической пояски Николая Гоголя развернулся в глухом сибирском селе Боровое. Спор идет. По сути, о клочке земли. Жили все хорошо до 2011 года. В 2011 году он начал строить вплотную к нашей границе гараж, который мне препятствует пользоваться своим участком. Заехать очень плохо, тяжело, даже невозможно на некоторой технике. И с крыши снег и дождь на мой участок. Я ему сказал, соседу, что ты нарушаешь все нормы. Ну что он мне ответил? Хочу и буду. Споры между соседями – дело неблагодарное. И в большинстве случаев не заслуживают внимания. Померятся рано или поздно. Совсем другое дело, когда в ситуацию вмешивается государство в лице судебных и правоохранительных органов. Судья принял решение, опираясь на экспертизу коммерческой фирмы, что этот клочок земли принадлежит соседу Николая. Правоохранительные органы, в которые обратился Николай, выбрали еще более хитрую тактику. Прокуратура в официальном письме предложила самостоятельно отстаивать свои права. Следственный комитет, расследующий это дело, похоже, решил взять 68-летнего пенсионера из Мором, отправив вопрос по земле на экспертизу. Экспертиза, что-то мне так заявили, что от 4 месяцев до 2 лет. За это время, я думаю, не знаю, доживу или нет. Пенсионер надеется лишь на то, что у следователей и прокуроров все же проснется совесть. И они займутся тем, за что им, собственно, и платят зарплату. Будут следить за соблюдением законности. И хранит веру в закон. И закон должен соблюдать дворник, пастух, директор, судья и президент. Закон написан один для всех. Напомним, что земельные конфликты – не редкость в Новосибирском районе. В прошлом году у жителей Каменки местные власти попытались отобрать часть земельных участков. Ссылались на то, что не было проведено межевание и прочие юридические тонкости. То ли места в этом районе такие, никак не могут определить границы земельных участков, то ли специалисты такие, своеобразные. Часто ли мы задумываемся над тем, насколько грамотно пишем? Многие возмущаются, когда в тех или иных странах пытаются запретить изучение русского языка. Но при этом мы, его носители, далеко не всегда соблюдаем элементарные правила орфографии и пунктуации. Пожалуй, одним из немногих мероприятий, которое пытается сохранить понятие грамотности, является тотальный диктант. Об этом в нашем следующем сюжете. В преддверии очередного тотального диктанта на конференции в Новосибирске собрались педагоги, критики, филологи и литераторы со всей страны. Напомним, эта акция зародилась именно в нашем городе, а теперь ее проводят едва ли не во всех уголках планеты, включая Антарктиду и орбитальную станцию. С каждым годом количество желающих проверить свою грамотность растет, говорят организаторы. Но тут важно не столько количество, сколько качество. Мы видим, что те участники, которые каждый год ходят на тотальный диктант, которые ходят на подготовительные курсы, они свои результаты улучшают. И есть люди, например, которые начинали с двойки, а в итоге в конце концов получили пятерку. Участники конференции сами сели за парты и написали небольшой диктант. Но главная цель трехдневных сборов – обсудить проблемы правописания и подумать, какими еще способами можно победить безграмотность. Самый известный метод научиться писать без ошибок по-прежнему считают самым эффективным. Регулярное чтение – это один из самых надежных способов, что называется, задешево эту самую грамотность получить. Есть другие способы. Я знаю людей, которые выучили всего Розенталя наизусть и пишут абсолютно грамотно. Притом, что Розенталь, по-моему, был первой или второй книгой, которую они прочли в жизни. Но это путь тяжелый, тернистый и мучительный. Филологи развенчали довольно распространенный миф. Мол, с появлением интернета, соцсетей и мобильных приложений правописание стало сильно хромать. Ошибки в комментариях, сообщениях, статьях порой чудовищные. Но специалисты заявляют, дело в том, что с появлением глобальной сети часто писать стали те, кто никогда этого не делал. Интернет подарил любому человеку возможность написать любой текст и тут же сделать его доступным всего миру. Он может быть идеально грамотным или в нем, может быть, пять ошибок в двух словах. Все равно опубликовать его можно одинаково легко. И поэтому неграмотность стала заметнее. Ее не стало больше. Она просто стала заметнее. Организаторы определили, что в этом году новый диктант пройдет 8 апреля. Имя автора текста пока держат в секрете и назовут 1 марта. Радует то, что новосибирцы с каждым годом активнее принимают участие в тотальном диктанте. Для многих акция стала традицией. Это значит, что людям по-прежнему дорог родной язык. В эфире новости на канале НСК-49. Знаменательное для любителей ледовых дисциплин спорта событие произошло в Новосибирске. Власти области и города, а также компания-партнер в деле создания нового крытого многофункционального комплекса с искусственным льдом в Ленинском районе города подписали меморандум о намерениях. На церемонии побывала наша съемочная группа. Презентационный ролик проекта создания универсально крытой спортивной арены и комплексного развития прилегающей территории во всей красе представляет то недалекое будущее, что ждет пойменную левобережную часть Аби в районе метромоста. Именно перспективной застройкой и готовой инфраструктурой власти области намерены привлечь инвестора к возведению новой ледовой арены. Сегодня сформирована уже общая такая структура, концепция проекта. Намечены согласованные такие этапы дальнейшего взаимодействия и сроки реализации этого проекта. Поэтому считаем, что сегодня есть все основания сделать этот важный шаг, подписать меморандум о взаимопонимании по комплексному освоению территории и по дальнейшим нашим конкретным действиям. И подписание меморандума состоялось под аплодисменты представителей власти города и области, а также руководства хоккейной Сибири. Из концепции развития этой прибрежной территории становится ясно, что сама ледовая арена будет возведена на частные средства. Однако вся инфраструктура, включая строительство станции метро, спортивная и автодороги, ляжет на бюджеты разных уровней. Инженерная инфраструктура будет сооружаться за счет средств нескольких бюджетов. На счет есть и поручения президента, это за счет средств федеральных и средств регионального бюджета. Каков? Мы оцениваем сегодня, предварительно можем оценить, считаем, что это не менее 3 миллиардов рублей, даже чуть больше будет затраты. Но и получить новосибирцы должны гораздо больше, чем просто ледовую арену и центр хоккея. Арена должна быть, но она должна быть многофункциональной. Несомненно, хоккей – спорт номер один, но арена должна иметь возможность принимать различные международные соревнования по волейболу, мини-футболу, баскетболу. Там должны проходить фестивали, концерты. Ведь на самом деле за территорией Урала нет ни одного стадиона, нет ни одной арены, куда бы могла приехать культовая группа. Если строительство многофункционального спортивного комплекса начнется сейчас, то завершить его смогут уже к 2022 году. В этом случае возможность проведения молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в Новосибирске в 2023 году может стать реальностью. В голосовании за самый яркий талисман в континентальной хоккейной лиге победил грозный снеговик Новосибирской Сибири. Борьба за первое место в опросе велась до последней минуты. Долгое время символы Сибири и локомотива имели равное количество голосов. Однако на последнем отрезке талисман у новосибирского клуба удалось вырваться вперед. Поздравляем всех болельщиков Новосибирской Сибири. Всероссийский проект «Самбо в школу» начал реализовываться в Новосибирске. Первый спортивный зал, модернизированный для занятий этим видом борьбы, открылся в школе номер два. Как теперь будут проходить уроки физкультуры и нравится ли ученикам нововведение, выяснил наш корреспондент Александр Булдаков. На торжественном открытии нового и пока единственного за Уралом школьного зала, адаптированного для занятия самбо, сами ученики показали, как в нем проходят занятия. Хотя федеральная программа «Самбо в школу» стартовала еще в прошлом году, во всей стране такие залы со стационарными коврами можно пересчитать по пальцам одной руки. А в Новосибирске областная федерация этого вида спорта в этом деле ставит планку довольно высоко. Пока мы, конечно, работаем только со школами, у которых есть отдельные залы, где мы можем сделать зал именно для занятий борьбой самбо, где мы можем положить стационарные ковры, стационарные маты, обложить стены мягкими матами для того, чтобы дети не получили травм. И в этом году у нас в плане только 10 школ, потому что каждая школа требует отдельного ремонта. Ремонт и оснащение таких залов берет на себя федерация самбо. Впрочем, как и детскую форму для занятий. В недалеком будущем во всех районах города школьники смогут заниматься нашей исконно русской борьбой. А со следующего года программа «Самбо в школу» стартует и в области. В этой школе к тренировкам привлекли учеников с 1 по 6 классы. Мы ввели в проект с 1 по 6 класс, разработали программу специальную для детей. Но это сначала будут акробатические упражнения, в первую очередь страховка. Детей надо научить падать, правильно страховаться. Только потом уже подводить детей к элементам самбо-броскам. Детям, как и их родителям, школьное самбо пришлось по душе. Для учеников в этом зале проводят один урок в неделю. Но впечатлений хватает до следующего занятия. Мне очень нравится заниматься спортом. Так весело прыгать, бегать. На уроках самбо весело бывает? Да. Кстати, в Новосибирске не только самбо пошло в школу, но и менее подвижный вид спорта. Новосибирск, наверное, единственный город, где идут две таких, я бы сказал, федерального уровня программы. Мы их внедряем. Это самбо в школу и шахматы в школу. Вот в Новосибирске успешно развиваются эти направления. И я думаю, они дадут свои позитивные результаты. Самбо и шахматы во многом схожи своими сложными комбинациями, необходимостью просчитывать ситуацию на много ходов вперед. Однако именно самбо учат побеждать, правильно падать и подниматься, если это случилось. В наше время такой жизненный опыт дорогого стоит. А у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Я, Татьяна Вачукжанина, благодарю вас за внимание. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok